Добро пожаловать на вторую неделю нашего курса. В уроке 2 вы рассмотрите этапы создания, планирования и управления парками мира. Неделя 2 охватит план действий для парков мира – диагностику, проектирование, принятие мер и оценку. Давайте начнем с того, как создаются парки мира. Единого подхода к созданию парков мира нет. Парки мира создаются по принципу снизу вверх по инициативе местных организаций, а иногда они учреждаются государственными органами по принципу сверху вниз. И в этом и в другом случае проект включает планирование, переговоры, экологическую оценку, анализ заинтересованных сторон, управление охраняемыми территориями и контроль процесса. Урок 2 – разъяснить некоторые основы, которые могут помочь вам в процессе развития парка мира. Важно признать, что для достижения результата эти основы должны быть адаптированы к местным условиям. При прохождении урока подумайте о том, как каждый этап соотносится с вашей конкретной ситуацией. Наиболее распространенная структура предложена Всемирной комиссией по охраняемым районам Международного союза охраны природы. Она включает 4 основных этапа любого эффективного цикла планирования адаптивного управления. В этом уроке мы рассмотрим эти этапы, обеспечивающие основу плана действий для парков мира – диагностику, проектирование, принятие мер и оценку. Первый этап создания парка мира – диагностика – касается диагностики и определения отправочной точки для начала проекта. Чтобы оценить целесообразность создания парка мира, необходим анализ уровня безопасности, оценка состояния окружающей среды и определение заинтересованных сторон. Анализ безопасности должен охватить как минимум следующие 8 элементов – территория, угрозы, местное население и гуманитарная ситуация, доступ к ресурсам для обеспечения безопасности, правовая ситуация, туристическая деятельность и история браконьерства или незаконной эксплуатации природных ресурсов. Далее необходимо определить экологические проблемы в зоне планируемого парка мира. Чтобы помочь вам в этом, в этом уроке приведены три важных инструмента. Первый – это инструмент пространственного мониторинга и отчетности – SMART. SMART позволяет собирать, хранить, анализировать и передавать данные патрулирования о незаконных действиях, дикой природе и патрульных действиях, что поможет понять, на чем следует сосредоточить усилия, оценить эффективность работы и адаптироваться к меняющимся условиям. Вторым инструментом, разработанный Международным союзом охраны природы, является проект Кодекса по трансграничным охраняемым территориям в мирное время и при вооруженных конфликтах. В нем изложены основы руководства, которые поможет при создании и управлении парками мира. Также мы рекомендуем изучить диагностический метод для специалистов по планированию трансграничной предоохранной деятельности. Этот метод содержит 91 вопрос, после ответа на который вы получите обзор наиболее важных аспектов планирования трансграничной охраняемой территории в вашем конкретном регионе. И, наконец, важно определить и связаться с заинтересованными сторонами. Анализ заинтересованных сторон поможет прояснить отношения, которые могут повлиять на успех или неудачу проекта. При проведении анализа заинтересованных сторон вы должны учитывать как сильных и влиятельных заинтересованных лиц, так и тех, кто может оказаться в неблагоприятном положении. Также имейте в виду заинтересованные стороны, которые могут стать важными стратегическими партнерами для парка мира, такие как спонсоры. Помните, анализируя заинтересованные стороны, уделите особое внимание следующим элементам. Привлечение коренных народов и местных общин Рассмотрите возможность применения руководства Аквекон добровольных руководящих принципов, разработанного в рамках Конвенции о биологическом разнообразии. Ваш проект должен обеспечить полноценное участие коренных народов и местных общин на каждом этапе планирования, с учетом культурных, экологических и социальных интересов коренных и местных общин. Второе – это взаимодействие с активными в вашем регионе религиозными организациями. И третье – обеспечение правильной гендерной динамики в проекте парка мира. Участие женщин способствует осуществлению мирных соглашений и поддержанию мира. Участие в сфере природных ресурсов, окружающей среды и изменении климата дает значительный потенциал для расширения прав женщин. Давайте перейдем к второму этапу планирования парка мира – проектирование, которое будет основываться на результатах вашей диагностики. Этап проектирования включает картографирование территории парка, классификацию его охраняемых территорий, структурирование управления, обеспечение коммуникации между заинтересованными сторонами и финансирование. Во-первых, есть несколько методов картографирования парка мира – от низко до высокотехнологичных. Метод зависит от таких факторов, как доступность ресурсов, возможностей и целей. Например, многие развивающиеся страны не располагают ресурсами для производства обширных пространственных данных. Чтобы решить эту проблему, ПРООН и программа ООН по окружающей среде создали совместно с Конвенцией о биологическом разнообразии и глобальным экологическим фондом лабораторию ООН по биоразнообразию. Мы рекомендуем вам изучить этот метод, приступая к этапу 2 – планирование парка мира. После того, как определены географические пределы, важно классифицировать охраняемые территории, которые будут входить в парк мира. Независимо от их названий, общепризнанно, что охраняемые территории, включая парки мира, подпадают под одну из шести категорий управления, согласно Международному союзу охраны природы. Эта классификация основана на изначальной цели управления охраняемой территорией. Далее необходимо определиться с видом управления. Виды управления определяют, кто несет полномочия и ответственность за охраняемую территорию. Парки мира подпадают в категорию совместного управления. Однако важно иметь в виду, что каждая модель должна разрабатываться с учетом уникальных потребностей конкретного региона. Парк мира может выходить за рамки правовой и географической юрисдикции институтов. Поскольку не существует единого института на мировом уровне, ответственного за решение трансграничных проблем, необходимо новагорски подойти к реализации вашего трансграничного проекта. Лучше всего это достигается посредством сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами, участвующими в проекте Парка мира. В дополнение к анализам на этапах диагностики и проектирования, необходимы и навыки межличностного общения, особенно во время проведения переговоров. Большая трудность заключается в том, что профессиональные участники переговоров могут не иметь представления об экологических проблемах, связанных с Парком мира. В то же время, многим специалистам Парка мира и научным экспертам может не хватать социальных навыков, необходимых для введения переговоров и объяснения своих задач. Поэтому как дипломатам, так и специалистам-техникам крайне важно сотрудничать и иметь базовые знания об экспертизе друг друга. При переговорах о создании Парка мира можно руководствоваться следующим процессом. Он включает четыре этапа. Этап 1. В состязательном контексте политические границы на карте важнее, чем любые другие границы, такие как интересы или сектора. Диалог часто концентрируется на прошлом, с обсуждением прав, которыми, как считает страна, она обладает. В результате может потребоваться время для выражения накопившихся претензий. Этап 2. Более рефлексивная стадия. Переговоры могут перейти от прав к потребностям. В принципе, это означает, что страны откладывают сторону государственной границы и рассматривают потребности Парка мира в целом. Этап 3. Интегративная стадия. На которой ранее выраженные потребности начинают формировать общие интересы. Люди начинают видеть выгоды на еще безграничной карте и размышляют о том, как достичь еще большей выгоды во всем регионе, подключив другие ресурсы, географические единицы или сектора. И, наконец, этап 4. На последнем этапе изучается эффективная реализация плана и справедливое распределение выгод между сторонами. На данном этапе вопрос рассматривается в региональном масштабе. Сейчас необходимо вернуть политические границы на карту и вновь задуматься о политическом интересе, чтобы удостовериться, что разработанные корзины пойдут на пользу всем. Процесс должен привести к объединению действий. Существуют разные уровни сотрудничества и придания официального характера созданию Парка мира. Основное различие заключается в том, что формальные договоренности подкрепляются правовыми инструментами, которые могут иметь обязывающий характер, такие как двухсторонний договор или необязывающий, такие как меморандум о взаимопонимании. С другой стороны, неформальные соглашения являются преимущественно устными. Важно отметить, что как официальные, так и неофициальные механизмы трансграничного управления могут координироваться различными участниками. По завершению этапа проектирования время перейти к действиям. Третий этап включает определение и разработку целей, стратегий и задач Парка мира, а также построение гипотез о том, как стратегии помогут достичь цели. Вместе цели, стратегии, задачи и исходные гипотезы составляют план действий, который в идеале должен быть отражен в плане совместного управления Парком мира. Каждый планируемый Парк мира должен иметь четкие и конкретные цели по охране природы и руководствуяцами при планировании и применении мер на конкретной территории. Там, где есть доступ к информации, цели должны быть SMART для оценки эффективности плана управления, оценки подотчетности и определения потенциала и достаточности ресурсов. Цели SMART являются специфическими, измеримыми, достижимыми, актуальными и привязанными к конкретным срокам. После составления плана управления настало время заручиться поддержкой заинтересованных сторон. На этапе проектирования мы провели анализ заинтересованных сторон, чтобы выявить основные приоритеты. Пришло время привлечь эти заинтересованные стороны. Для объединения участников требуются структуры сотрудничества, такие как официальное партнерство, цели, комиссии, альянсы или специально созданные институты с представителями каждой участвующей страны. Состав участвующих сторон будет зависеть в конечном итоге от конкретных нужд региона и необходимой координации усилий. После того, как план управления подготовлен и задействованы соответствующие заинтересованные стороны, страны, участвующие в проекте Парка Мира, должны принять необходимые институционные меры для управления на места. Как правило, это такая деятельность, как пограничный контроль, борьба с браконьерством и т.д. Опять же, совместные структуры управления могут быть формальными или неформальными. Обратитесь к уроку 2 за примерами. В контексте институциональных соглашений, найм и управление руководящими кадрами Парка Мира является важным шагом для успешной реализации плана. Для менеджера Парка Мира важно надлежащим образом обучить сотрудников обеспечить хорошую рабочую обстановку и оценивать проделанную работу посредством плана действий и графиков. Вы узнаете большее в уроке 2. После того, как институциональные механизмы для управления на местах приведены в действие, пришло время рассмотреть последствия характерного для Парка Мира смягчения пограничного контроля и подготовиться к нему. Смягчение пограничного контроля может включать устранение барьеров на пути свободного перемещения дикой природы через международную границу, улучшение доступа туристов к участкам Парка Мира, создание трансграничных рабочих групп, а также содействие взаимодействию сообществ, живущих по обе стороны государственной границы. Ну и, наконец, финансирование является важным элементом долгосрочного успеха вашего Парка Мира. Хотя конкретные механизмы финансирования зависят от обстоятельств, в законодательстве охраняемых территорий важно указать права властей этих территорий на сбор средств и принятие частных пожертвований для Парка. В уроке 2 перечислены потенциальные источники финансирования, к которым вы можете прибегнуть. Такие как, например, инициатива ПРООН по финансированию биоразнообразий или БИОФИН. БИОФИН поддерживает 31 страну с методологией, которая обеспечивает инновационный подход в расчете текущих расходов на сохранение биоразнообразия, оценки финансовых потребностей, определении наиболее подходящих финансовых решений и предоставлении рекомендаций о том, как реализовать эти решения. А также программа работ по биоразнообразию и охраняемым территориям или БИОПАМА. Она помогает африканским, карибским и тихоокеанским странам решать приоритетные задачи по улучшению управления и рационального использования биоразнообразия и природных ресурсов. БИОПАМА может предоставить различные инструменты, услуги и финансирование. После реализации этого всеобъемлющего плана управления, четвертый и последний этап в соответствии с планом действий Международного союза охраны природы – это оценка успеха и извлечение уроков для корректировки по мере необходимости стратегии управления. Всемирная комиссия по охраняемым районам Международного союза охраны природы разработала структуру для мониторинга успеха и оценки эффективности управления охраняемыми территориями. Выделяется четыре ключевых этапа контроля и оценки. Определение цели оценки, выбор и разработка методологии и планирования процесса оценки, проведение оценки, а также анализ, сообщение результата и последующие действия. В соответствии с этой схемой, в процессе контроля и оценки потребуется определить показатели и методологию. Кроме того, существуют руководящие принципы, связанные с международными конвенциями и программами, которые поддерживают определение трансграничных охраняемых территорий. Они были представлены на уроке 1. Просмотрите урок для получения дополнительной информации о контроле и оценке. На этом мы хотим закончить урок, оставив вам 5 выводов для плана действий по управлению парками мира. Номер 1. Рассмотрите основы планирования предохранения Международного союза охраны природы и партнерства по мерам охраны природы. Это поможет вам определить необходимые этапы и шаги для успешного планирования адаптивного управления. Далее, этап 1. Диагностика при помощи социального, культурного и экологического анализа перед созданием парка мира. На этом этапе максимально примените инструменты и структуры, такие как инструмент пространственного мониторинга и отчетности, проект Кодекса Международного союза охраны природы для трансграничных охраняемых территорий во времена мира и вооруженных конфликтов, инструмент диагностики Международного союза охраны природы для трансграничной охраны природы и анализ заинтересованных сторон. Не забудьте привлечь местные коренные общины в процесс планирования и примите во внимание руководящую принципом СОП ЮНЕСКО и стратегию для взаимодействия с религиозными организациями, а также обеспечьте надлежащую гендерную динамику при планировании парка мира. Далее, этап 2. Проектирование парка мира на основе первоначальной диагностики с учетом географии парка мира. Вы должны знать ответы на такие вопросы, как какие категории охраняемых районов он охватит, какой будет структура управления и какой тип соглашения о сотрудничестве между вовлеченными сторонами будет работать лучше всего. Далее, этап 3. Применение мер путем определения и развития целей, стратегий и задач парка мира. Вам нужно убедиться, что парк управления включает в себя цели SMART, чтобы обеспечить мониторинг и оценку. План управления также должен вовлекать все заинтересованные стороны и содействовать формальным или неформальным соглашениям. И последнее, этап 4. Оценка путем мониторинга и анализ прогресса. Убедитесь, что вы учитываете все аудитории мониторинга и их информационные потребности. Пересмотрите различные системы мониторинга и оценки, такие как те, которые требуются в рамках Конвенции Всемирного Наследия, программы ЮНЕСКО Человек и Биосфера и Рамсарской Конвенции. Это поможет вам подобрать наилучшую методологию и показатели для проведения оценки. Мы надеемся, что вам понравился этот урок. Теперь, когда урок 2 дал вам основную информацию для управления вашим парком мира, урок 3 расскажет о решениях проблем на основе извлеченных уроков, связанных со зданием и управлением парками мира. Продолжение следует...